Запах свежей бумаги и типографской печати, хруст страниц. Для тех, кто любит литературу, этот момент, когда берёшь в руки новое издание, необыкновенно волнующий, а для авторов и издателей так и вовсе до мурашек. На Слободской земле появилась литературная периодика. На страницах журнала «Самовар» будут печататься слобожане, поэты Кировской области и других регионов. В первом номере – стихи шести авторов, статьи, комикс, иллюстрации, фотографии. Почему выбрали такое название? Потому что оно красивое. Это во-первых. А во-вторых, оно отражает то, как мы работаем. То есть мы всё делаем сами, сами варим этот журнал. И слово много разных оттенков, хороших. Помимо уличных чтений, где звучат уже готовые написанные стихи авторами, а хотелось бы ещё найти время, где-то собраться, тесным кругом, посидеть за круглым столом, пообсуждать какие-то литературные вопросы, может быть, даже эти же самые стихи, которые прочитаны на чтениях. В дружеской беседе, за самоваром, в тёплой атмосфере. Кто-то, может быть, какой-то доклад нам сделал, мы бы его послушали, потом для себя что-то узнали и поделились своими мнениями. Ну, такой дискуссионный литературный клуб. Я писал по просьбе Антона, типа вступительной статьи, но она была посвящена уличным чтениям. Участие, как я пришёл в это мероприятие, в эти уличные чтения, ну и рассказать немножко о них как бы изнутри. Над первым номером работала группа творческих людей, в основном тех, кто увлечён уличными чтениями, поэзией и литературой в целом. Чтобы каждый следующий номер был запоминающийся, будем делать тематически. Например, второй номер был отпущен в определённой теме, третий номер был тоже совершенно другой, чтобы каждый номер был уникален. Самая большая трудность была – недостаток свободного времени, потому что вообще этот номер должен был выйти ещё в прошлом году. Но работы затянулись, и сейчас мы смогли весной всё-таки его сделать. Один из молодых авторов на сцене. Пётр Винокуров для коллег по цеху уже выступал на уличных чтениях и в числе первых опубликовался в новом журнале. Она любила сидеть до утра. Как её физика не утомила носом клевать. До скорого сна. Она любила манящие дали. Вместо машины она ждала того, кто усердно крутит педали. Она любила всё успевать. И бодрость духа её не страдала. Про физику лучше не вспоминать. Она любила. К чему тут вопросы? Они не нужны. Уж если кто спросит, она точно любила. Старшее поколение уверено – самовар будет полезен молодёжи. И это не только про смелость и возможность заявить о себе. Чтобы оторвать от телефонов и посмотреть, что мир намного интереснее, чем виртуальный. Что он реален, что он наполнен эмоциями, красками, живым дыханием. Редакционная коллегия журнала планирует издавать самовар раз в три месяца.